Приветствую всех дорогие друзья. На связи как всегда недомайнер и моя скромная таверна. Сегодня в выпуске давайте посмотрим на мнение аналитиков относительно памяти DDR5. Разберемся где именно будут работать лучи на картах RX 6000 и оценим первые фото компьютера который помещается в карман. Обо всех самых актуальных новостях я расскажу вам в этом видео. Но перед этим я хочу предложить вам принять участие в розыгрыше трёх SSD дисков на канале территория ПК. Для участия вам необходимо перейти по ссылке в описании на ролик с розыгрышем. Поставить ему лайк и написать в комментариях что вы участвуете. А также выполнить все условия которые указаны в описании. И уже 27 ноября трое счастливчиков получат один из народных SSD дисков. Ну а новостной выпуск я хочу начать с очень странной ситуации которая сложилась вокруг RTX 3090. Китайские форумы и СМИ сообщают о неоднократных случаях выхода из строя видеокарт RTX 3090 и блоков питания различных производителей. Сообщается что видеокарта и блок питания сгорают одновременно и происходит это без каких то видимых причин. Первые пострадавшие пользователи сообщали о проблемах с блоками питания компании Superflower. Но как выяснилось позже проблема наблюдается и с другими производителями, в числе которых Corsair, Seasonic и EVGA. Компания Superflower уже отреагировала на сложившуюся ситуацию и сообщила первым пострадавшим, что вышедшие из строя блоки питания пройдут тщательную экспертизу. А для решения проблем по этому вопросу была открыта специальная горячая линия. На форуме ChipHell уже даже есть отдельная тема. В ней собрана статистика выхода из строя видеокарт EVGA и различных блоков питания. На данный момент неизвестно, что является изначальной проблемой. Но пользователи склонны считать, что виновником является именно RTX 3090, поскольку проявление проблемы не зависит от производителя блока питания, его мощности, используемой компонентной базы и года выпуска. Тем временем в распоряжении китайских энтузиастов оказались живые фото инженерных образцов Rocket Lake S. Но самое интересное, что редакция видеокарт сумела раздобыть аналогичный снимок инженерных версий Alder Lake S для будущей платформы LGA 1700. По имеющимся данным, их дебют состоится ближе к концу 2021 года и ознаменует переход к оперативной памяти DDR5 в настольном сегменте. А для выпуска новых CPU будет задействован 10-нм техпроцесс SuperFin, ранее опробованный на мобильных процессорах Tiger Lake. Ну а аналитики компании TrendForce объявили 2021 годом официального начала эры DDR5. По итогам третьего квартала 2020 года память DDR4 захватила более 90% на рынках ПК и серверов. Но пройдёт ещё несколько месяцев и память DDR5 начнет активно прокладывать себе дорогу на рынок. Хотя в персональные компьютеры и серверы, по их мнению, она массово попадёт только в 2022 году. Ранее Intel планировала обеспечить поддержку памяти DDR5 процессорами Tiger Lake, но позже эти планы были пересмотрены, поскольку производство DDR5 находится на ранних стадиях и обходится дороже. Компания AMD, чья доля на рынке процессоров для ПК достигает 20%, поступит аналогичным образом. Первые 5-нм процессоры AMD с поддержкой DDR5, по мнению издания, выйдут только в 2022 году. Тем самым в 2021 году память DDR5 для ПК будет расходиться в основном для проектно-конструктивных работ и тестирования. В текущем году, кстати, ограниченные партии DDR5 также используются для подобных целей. В общих чертах аналитики считают, что до 2022 года не будет процессоров с поддержкой DDR5, что в целом реально. Все инсайды сходятся на выходе Zen 4 и Alder Lake в конце следующего года, что как раз и приведёт DDR5 на массовый рынок в 2022 году. А буквально вчера я вам рассказывал о требованиях Next-Gen проекта Godfall. Сегодня же представитель разработчиков поделился подробностями о игре. По его словам, на максимальных настройках в разрешении 4К игра требует 12 ГБ видеопамяти. Также стало известно, что эффекты трассировки лучей на основе DirectX 12DXR будут представлены улучшенными тенями, а игра поддержит технологию AMD Infinity Cache и FidelityFX. Таким образом, требования к объёму видеопамяти более 12 ГБ могут сказаться на возможностях видеокарт Nvidia, кроме конечно RTX 3090. Но реальные тесты покажут, так ли это на самом деле. А вот AMD раскрыла карты про работу лучей. Сообщается, что RX 6000 будут поддерживать все проекты с трассировкой лучей, использующие отраслевые стандарты, включая программные интерфейсы Microsoft DirectX 12DXR и готовящиеся к выходу Vulkan Raytracing. Но игры, в которых используются проприетарные API и расширение трассировки лучей, не поддерживаются. И на этом предложении нужно остановиться поподробнее. Это означает, что серия RX 6000 будет поддерживать эффекты на базе трассировки лучей в играх вроде Control, где используется API DirectX Raytracing. Но не в Quake 2 RTX или Wolfenstein Youngblood, в которых задействованы расширения API Vulkan RTX от Nvidia. Однако вряд ли это станет какой-то проблемой, так как таких игр очень мало, а разработчики скорее всего будут переходить к общепринятым API для трассировки лучей. Тем временем компания Esrock представила референсные варианты видеокарт RX 6800 и RX 6800 XT, и судя по всему, производитель не вносил абсолютно никаких изменений во внешний вид графических ускорителей. Характеристики графических ускорителей от Esrock также не отличаются от заявленных самой AMD, и обе видеокарты предлагают эталонные значения рабочих частот графического процессора и видеопамяти. В общем, Esrock решили просто оставить всё как есть и не добавлять свои логотипы в референсную карту. А вот на краундфандинговой площадке Xiaomi Upin организован сбор средств на выпуск ультракомпактного компьютера. Примечательно, что заказать устройство можно уже сейчас по ориентировочной цене от 150 убитых енотов. Новинка представляет собой небольшой неттоп, помещающийся в карман. По габаритам устройство сопоставимо с обычным кубиком рубика, а корпус выполнен из металла, что способствует эффективному рассеиванию тепла. Сердцем такого изделия стал процессор Intel Celeron G4125, поколение Gemini Lake Refresh. Он содержит четыре вычислительных ядра без поддержки многопоточности, а обработкой графики занимается интегрированный ускоритель Intel 600. В оснащение входят 6 или 8 Гб оперативной памяти и твердотельный накопитель M.2 вместимостью 128 или 256 Гб. А дополнительно можно будет установить карту microSD. А вот Ryzen 5000 продолжает разгоняться до рекордных частот. Вчера Ryzen 5 600X был разогнан до 6 ГГц, а сегодня стало известно о разгоне 5950X до 5,9 ГГц. Для этого пришлось выставить множитель процессора в значение 59X с шагом 99,98, а также выставить подаваемое напряжение на уровне в 1,656. Но информации о том, какое для этой пытки процессора использовалось охлаждение, к сожалению, нет. Но учитывая используемое напряжение и финальный результат, вероятнее всего не обошлось без использования жидкого азота. А ещё в октябре хакерская группировка E-Gregor заявила, что получила доступ к внутренним файлам и документации компании Ubisoft и Crytek. Судя по всему взломщики не врали. Сначала они публиковали информацию о возможном выпуске ремастеров всех частей Crysis, а сейчас выложили в сеть исходный код Watch Dogs Legion. Как передает один портал, скачать слитые файлы уже можно на некоторых трекерах, однако всем желающим, чтобы это сделать, придется запастись терпением. Ведь исходный код Watch Dogs Legion занимает 560 ГБ. Хотя рядовым пользователям он вряд ли пригодится, но на утечку наверняка обратят внимание модеры и хакеры. Первые смогут найти способ дополнительно оптимизировать игру на ПК и реализовать интересные модификации. А вторые сумеют воспользоваться исходным кодом для взлома игры. Ну а согласно оценкам аналитиков Mercury Research, компания AMD продолжает медленно, но верно теснить Intel на рынке процессоров. В третьем квартале текущего года на долю красных пришлось 22,4 % всех поставок X86 совместимых процессоров на рынок. За год компания смогла увеличить этот показатель на 6,3% пункта, а в квартальном выражении на 4,1% пункта. Эксперты указывают, что последний раз рыночная доля AMD в сегменте X86 совместимых процессоров приближалась к такому значению в четвертом квартале 2007 года во времена великого атлона. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья.